Памятник греческому легиону Николая I был открыт на историческом бульваре в начале июля. В его установке немалую роль сыграло Министерство культуры и Российское военно-историческое общество, главой которых является Владимир Ростиславович Мединский. 27 июля министр лично приехал, чтобы увидеть монумент и возложить к нему цветы. Кроме того, он посетил объекты, принадлежащие Государственному музею героической обороны и освобождению Севастополя. Мы сегодня посетили вместе с директором музея обороны Севастополя первый объект, который будет закончен буквально через месяц. Это кинотеатр «Украина», бывший разрушенный, одно из самых красивых зданий Севастополя. Планируем там сделать постоянный выставочный зал музея обороны Севастополя. Вместе с министром на исторический бульвар прибыли директор Департамента культуры правительства Севастополя Галина Ивановна Солянина и директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Иванович Фумсиенко. Они рассказали о финансировании и о планах по реконструкции объектов культуры. Что касаемо исторического бульвара и панорамы, заказаны уже, проектируются работы, выходимые на экспертные процедуры уже в декабре месяце. Практическим работам, я предполагаю, мы приступим уже в мае и в июне следующего года. Все здания будут реконструированы. Кассы, Мария Попанина, кинопавильон, другие даже подсобные помещения, фонтаны в том числе, памятники, пешеходные зоны. Будут созданы две площадки для проведения массовых мероприятий. 2 миллиона 53 тысячи рублей были выделены с федеральных денег. Это на наши музыкальные школы, на инструменты. Из своего бюджета мы тоже выделяли 2 миллиона в этом году. Это мы дали двум школам. И еще четыре школы получили, сейчас получили уже денежки и идут закупки музыкальных инструментов именно по федеральной целевой программе. По словам Галины Соляниной, уже выделены деньги на создание проектно-сметной документации по реставрации Севастопольского художественного музея имени Михаила Павловича Крошицкого. Работы начнутся в следующем году. Кроме того, средства поступают в местные театры. 5 миллионов 210 тысяч рублей выделены только на постановку Анны Карениной в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Васильевича Луначарского. Также из федерального бюджета в этом году выделено 200 тысяч рублей на пополнение севастопольских библиотек.